всем привет сегодня в студии с новостями с полей сражений help приветствует всех и дэви привет дэви всем привет хотим мы пробежаться по турнирному положению кубка наций по дополнению катили эпоха карла великого ну и начнем из турнирного положения с группы а что у нас в этой группе так это у нас актуальная информация на сегодня да дэви то есть на момент записания ролика ничего нового не поступало дэм нашли вруча продлитель последние результаты первое место у нас в группе а у тебя с 11 до 11 очков я правильно называю вот эти баллы это и есть основа интересного да потому что здесь я путаюсь в этих всех ну и получается что пять побед до при одной ничьи с одна ничья с монстр орком до была против дана второе место у нас маркас ну заслуженно да я все-таки считаю маркас это вот открытие турнира пожалуйста вот он второе место занимает и тоже явный претендент на выход из группы тем более если учесть что сколько у него у него все семь игр до сыграны самый активный игрок вашей группе получать очень быстро отыграл таких по области да да все бы такие были бы конечно дабы из-за замесов по боли был бы но предсказуемый левелин у нас здесь да посмотри на третьем месте семью очками но он еще второе может занять если он выиграет оставшиеся два матча с кем его еще сорком сорком с маркасом играл он нет а сорком он играл да с маркасом я не помню чтобы он играл с маркасом он сыграл ничью начали с кем-то он не играл наверно сбором не играл еще с кем-то он не суть важно то есть понятно точно не сыграл еще с кем-то то есть из того что осталось в принципе вот тройка вот она перед нами их видно то есть уже здесь уже догнать ну будет сложно у кого вот много этих красных квадратиков но на четвертое место все-таки монстр орда претендует я так понимаю поскольку играет он тот уровень игры который он показывает даже за дну даже за данного да скажем так более чем достойный такой то есть я вот участки может гамилькара если три победы одержит гамилькара может быть конечно не вопрос да теоретически остаются шансы у гамилькара теоретически есть шансы и у этого квадрат для этого город смотрим вообще сыграют ли они что-то пропал город пропал да действительно но кому надо тот и ищет соперников играет он да да я кстати повторю что если раз для очков было учитывать именно количество сыгранных матчей они что-либо еще ну то есть это у нас идет речь область активности да игроков обращается активность да ну тут я согласен поскольку мероприятие необязательное да как бы это и здесь если ты действительно проявил интерес к этому мероприятию и участвует в нем активно конечно да технических поражений мы тут не присуждаем да это ни к чему я думаю совершенно и так группа b в группе b у нас аббат со своими днищенскими аварами как их называет тем не менее днищенские авары принесли ему что тут 6 матчах 10 очков из 12 возможных и очень уверенно он лидирует в этой группе но наступает ему здесь на пятки огонь и дак да если драк выиграет оба матча последних то выиграет даже если один выиграет еще на первое место потому что он без поражений единственная ничья это с прашен принцем да что есть то есть ну и прашен принц здесь у нас тоже претендует да на все это на выход из группы но он уже выше не поднимется на третьем месте вот так и остается зато за четвертое место идет нехилая заруба посмотри там сразу четыре игрока часа имеют одинаковое количество очков это и анефом и и соджек и рида и асера причем я хочу опять же сказать в силу того что по состоянию на сегодняшний день выйдет асера потому что сыграл на одну игру больше чем остальное просто шалон что у меня там нет опции чтобы количество игр было тайбрейта да да я понимаю но тем не менее как бы мы еще раз убеждаемся да в дисциплинированности клановых игроков но вот это мы наблюдаем и садгек тот же самый саджек ли там и асерор пожалуйста и аббат здесь и в общем все клановые игроки или вели ну тоже тем не менее они все играют и маркос тот же маркос же тоже по моему клановый игрок да а ну вот тем более ну и саджек по моему тоже из этого же представитель того же итальянского класса ну поэтому здесь четвертым местом не ясно и велокатус почему-то как-то пропал обычно вот да по вестварду то мы помним он очень активно играл здесь он как-то но тем не менее 7 играющих в группе это более чем достойный такой результат ну и будет очень интересно посмотреть кто же это да 4 кто будет 4 вот это интересно да так группа c у нас это моя группа здесь пока мы с олегом лидируем но это опять-таки мы сыграли просто больше о да посмотри только сейчас увидел что у меня сыграно больше чем у других игр в этой группе аж целых 4 я ухудрился боя сыграть вас группа позора как вообще группа но не то чтобы уж прям позора но тем не менее двух игроков заменил два раза да да что не играет тем не но хильвешен слэйр он будет играть он я не знаю почему на других игроков не выходит мы с ним договаривались сыграть вчера но по каким-то своим здесь личным причинам общем я не смог с ним вчера сыграть мы договорились сыграть на сегодня и я думаю что сегодня мы с ним все-таки отыграем свои эти два боя и результаты конечно мы пришлем но здесь то есть а сложно вообще сказать кто лидируя на лидирует олег без поражения попали всего три матча что может случиться да здесь может но как бы большие сомнения битрер также я не знаю никто его не ловит вот может быть я вот с ним удалось мне его кое-как там выцепить вот сыграли мы два боя и все как бы на этом ну трояна рагорна троян ну я тоже пока его поймать не могу но рагорна видать не вызывают он сам его если позвать то он никогда не откажется сыграть поэтому здесь как бы еще не ясно но вот нас трое играющих да здесь наиболее активно то так скажем хотя что тут трое играющих ну и у трояна у рагорна по две игры и хаоспланта две игры то есть хаосплант еще не заиграл я так понимаю может но сейчас опять же смотреть по состоянию на текущий момент вообще странно кого то есть вообще проблема кого выводить из этой группы в плей-офф ты вообще получается будешь вот сейчас если на первом месте опять же у тебя четыре игры а у лавека только три ну потом допустим третий выходит хаосплант а кого брать на четвертое место то есть три человека с баран то есть с поражением два человека вообще не сыграли у меня то было предложение с баранками не пускать ну да но они хотя бы играют они хотя бы заслужили тем что они играют участием здесь дилемма такая однозначно не активов выводить не будут допустим если хенвейшн слейер или тотем не сыграют для одной игры то есть они точно никуда не выйдут то есть тогда или с баранками человек пройдет либо набрать человека из группы D где там конечно кошмарная рука идет я еще честно говоря не решил что делать с вашей группой кого-то кончите дедлайн посмотрим может заиграют а если не заиграют то нужно будет решать либо кого-то с большим количеством баранок либо из группы D но опять же большой блок у кого-то там пять баранок это активность и когда человек сыграл только два матча здесь тоже как бы за два сыгранных матча неохота нет я считаю тут нужно ну как вот если идем мы от активности да ну наверно от нее и будем тогда отталкиваться вот но что касается группы D раз уже не заговорили FLTK тут уверенно первое место 11 у него из что получается из 12 да возможно 6 игр сыграно но патронов вообще красавец все семь сыграл игр да все семь да все семь игр сыграл семь баллов набрал вот рефлекс на этой неделе заиграл то есть отлично играл то есть три победы две ничьи да более чем отлично он заиграл и здесь да здесь проблема большая при том что игроки то хорошие здесь вот все первые пять достойны того чтобы выйти туда и показывают результаты и отличную игру прежде всего показывают очень красивую и временами тактически очень да не даром у нас в номинации на лучшие красивые и тактические бои все бои из этой группы да да и хуник варьер и патронус там и хуник варьер там дважды у нас поэтому здесь дважды сейчас будет трижды да сейчас будет трижды точно действительно будет трижды номинант но это вот что касается у нас до положение ну че теоретически и барка будут претендовать точно на четвертое место если он сейчас возьмет и все матчи оставшиеся выиграет здесь вот первые шесть они реальные претенденты конечно на выход то есть и флтк он выйдет в любом случае да да уже да наверно хуниколи они уже выходят и вот за четвертое место будет бороться патронус пока пакси и теоретически видишь как получается патронус то уже не может побороться там можно только надеяться что там пока пакси гибелькарбарка кучу ничей да да вот если только они здесь провалятся тогда да тогда он выйдет а так конечно здесь ситуация у нас с аварами да раз уж про барку заговорили да с аварами авары если вспомнить прошу неделю аварах если смотреть было на все группы не было ни одного поражения на этой неделе что-то авары послились в днище в днище ушли как аватска ават правда авар днище просто барка тут проиграл два матча подряд и сам ават проиграл драку да куда проиграл я так думаю что они специально проигрываю чтобы я аваров не порезал да не порезали чтобы аваров но я-то стою все-таки за лесную карту для авары против данных все-таки тот же вот олег тот же аббат например играют да за аваров кто вот вашей группе за аваров играет который еще один матч чтобы сыграть от него а да 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 понятно да 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 трудно произносимый этот ник а здесь у нас в группе d кто за аваров а гамилькар барка играет да ну по крайней мере вот что касается олега и аббата то есть моим данном против них в чистом поле просто не выстоять однозначно они могут даже вообще стрелков я думаю там взять четыре им этого хватит чтобы ударкой раскатать этих данных по всему полю просто в кламп поэтому может быть есть все таки смысл подумать конечно по карте но я так думаю наверное после группового этапа посмотрим статистику да да посмотрим статистику что фракции показали если будут явные какие-то перекосы то попытаемся решить ну по крайней мере перекоса астурии и данных на данный да данная астурия такого уж явного пока нету перекоса да я как бы не вижу его именно в противостоянии минут получилась уравнять с ландо с другой стороны маркос выиграл монстр ворках и двупорные тоже получается ровная получается пара получилась монстр орк да здесь уже отдельный разговор конечно так можно играет на данном играет так ну и у нас что у нас номинации мы да давай озвучим и перейдем до турнирного положения перейдем на счет бои случились на этой неделе мы попытались и ретро различные ломинировать на разные призы да так скажем кто они вербальные призы но и раз про барку раз уж заговорили мы да вот все таки решили мы присудить самый странный бой это бой между гамилькар баркой и рефлексом второй бой между ними вот но к сожалению пока видео у нас еще не залито но мы сделаем до отдельную рубрику там наверное будем ссылки на видео там оставлять или поспешки сегодня может комментировали его да 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 мы сегодня совместный комментарий сделали этого боя и как бы именно самый странный бой у нас ну вкратце если сказать что там было странно то есть барк делал все неправильно и при этом умудрился к концу боя выигрывать и вершись да да но проиграл в конце и все равно проиграл да там как бы все это видно в комментариях все подробно рассказано действительно странные используются как ударная кавалерия да причем как штурмовая даже кавалерия бы даже так сказал чисто для пехоты а еще потому что они маневрировали зачем там вообще это маневр этот достойный конечно он достоин отдельно упоминание если там будете смотреть повтор то посмотрите так еще у нас номинация самый изматывающий бой вот я хочу вам показать это дело это бой между хуник вариором и рефлексом первый бой это 33-минутная коробка даннов против мерсии да пардон извините про мерсии против кого там против кордобы а против кордобы да вот я вижу амияцкая конная гвардия 33 минуты противостояния много движений конечно я представляю даже физически этот бой из изматывающий так скажем вот записывал если уж на 3 изматывает какого играть да да совершенно верно здесь я на третьей скорости его этот бой записал значит выложил вот он сейчас перед вами это чудо коробка но она сыграна по всем правилам это коробки контроль здесь просто умопомрачительный что вот по мне со стороны игроков и не согласен этом с мнением некоторых что кто-то здесь что-то сыграл неправильно все сыграно здесь просто как по нотам вся эта коробка более того огромное количество стрелков у коробки больше чем у кордовы и все-таки жизнеспособность коробки именно в рамках аттилы а уж не говорю я про карла она под большим вопросом скажем так хочу сказать я тоже товар не то есть некоторые спрашивают почему бегает рефлекс внутри коробки этими лучниками потому что они же постоянно перемещает направление атаки то есть у них выбирается какой стороны начать обстреливать коробку подойдет справа луками стрелять слева то есть если будет рефлекс статически стоять внутри коробки его вообще расстреляют даже не будет успевать среагировать конечно чтобы фото здесь он как некоторые говорят расставить в периметра коробки ручников и не двигаться ими чтобы сделал хуйник он подвел бы с одного угла и со всех сторон один отряд лучников выстрелил причем это выстреливается просто моментально если зафокусить шесть лучников на одном со всех сторон один лучник разбежится потом хуйник бы подошел к другому углу и тогда вообще был шпах коробки поэтому рефлексы маневрировал внутри коробки то есть переводился с одной из одного конца коробки на другую своих стрелков ну и конечно в это время он терял стрелков они были под обстрелами причем я акцентировал внимание когда комментировал бы на том что перекрестный обстрел все-таки идет и от него укрыться невозможно в коробке просто напросто поэтому конечно еще а то есть когда ты обстреливаешь лучников автоматически там же есть понятие точность то есть стрелы лишь не все попадают в лучников они попадают в рядом стоящие юниты а коробка более плотно создана то есть вот эта вот потеря рядом стоящих юнитов они довольно большие то есть вокруг коробки но вообще нет таких других юнитов кроме как стрелков здесь идет точечное так скажем выстреливание ну в общем вот такая вот номинация самый такой изматывающий бой это достается у нас рефлексу их уник вариору за первый бой мерсия против вест фалии ой кордовы кордовы и у нас другое время это самый сенсационный сенсационный результат целыми сенсационная концовка опять же есть такой бой против хаоспланта то есть мы все знаем хаоспланта был посеянный игрок он выиграл много турниров поначалу в карме и то есть никто не то есть мало кто бы подумал что ты его причем выиграет хаоспланта тем более я как бы никогда на свой счет не заблуждаюсь что я могу на этом поле боя поэтому руки у меня тряслись и ладохишки вспотели как этот бой с ним играл ну и вот она эта концовка замечательная для меня и обескураживающая я думаю для астурии когда мы сыграли этот бой он написал я ему написал что это высшее достижение в моей карьере геймера он посмеялся и написал что да просто crazy battle написал после боя очень странно и то есть он выигрывал но сыграл ее настолько неправильно вообще то есть понадеялся и неправильно надеялся на кого короче он получается здесь ну и него там копья не выстрелили то есть он то есть не то есть подвел их а ты на него кинулся вместо того чтобы отбежать тоже отдал приказ атаковать в итоге не выстрелили тротики и они сразу же слились под топорами а ты когда атаковал у него уже получается да он не был прижат копьями в итоге это не был чаш в спину но в чистом виде да да в чистом виде еще он был чаш такой размазанный опять же потом он не пустил все юниты а по одному их начал посылать то есть все было неправильно концовка была да мал мал провалена конечно до одного лица зал сенсационный концов но сенсационно в целом результат матча два лошадь удалов да и я еще забыл сказать что вот эта коробка изматывающая которая была то у меня один раз только за все время был такой подобный бой играл время 244 минуты я до сих пор это запомнил и кто играл в рим 2 те наверное представляют что такое в этот рим 2 40 с лишним минут там бегать поэтому я очень представляю состояние и физическое и психологическое игроков те кто играли участвуют в этом бою и рефлексы их уник варьера ну в общем вот такой дайджест у нас вроде все покрыли что хотели то есть мы создадим раздел с этими наградами на потерялись промежуточные дата они только на словах мы внесем наверное первые да вот эти вот две номинации за первую неделю номинации за вторую неделю создали ну что всем спасибо за внимание всем пока